МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошние падеи в области. У материалах корреспондента у Таля Радио Компании Гомель у студии працует Наталья Игнатенко. Доброй ранецы, глядите у выпуску. Старшиня Республиканского комитета Беларуского профсоюза работников Аховы Здароуя Роберт Часнойць с рабочим визитом наведаў Гомель. Сё не ў Беларусі адзначаецца дзень энергетыка. На дорогі Гомеля выехаў тематычны новогодній аутобус. А зараза б гэтым і іншым больш падрабязна. Вынікі работы падобраў парадкаванні, праект прагнозу соціально-экономічного развіця регіона і абласны бюджет на будучы год. Гэтэ темы плануецца разледзіць сёння на пасяджэні гомельскага аблывы Канкама. Таксама на парадку дня ўзнагаруджані спортсменав і трэнэраў Гомельщыны за паспяховы ўдзел ў олимпіскіх і паралімпіскіх гульнях ў Рэде Жанейра падрабязнасті ў нашым наступным выпуску. Старшыня Республіканскага комітета Беларускага профсаюза работнікаў Аховы Здароуя Роберт Часнойць с рабочым візітам наведаў Гомель. Йон пабываў ў обласной дзетячай клінічны бальніцы і ознаёмўся с паспяхами і планами галіновай профсаюзной організаціі. Падрабязнасті ў Ганны Кавалёвой. Першы пункту праграмі візіту сустрэчаў с коліктывам Гомельской обласной дзетячай клінічны бальніцы. А крамя падякі за самоотдануў працу супрацовнікаў Роберт Часнойць охучше ўрашыне аказаць фінансову допамогу ўстанове. 25 тыс. дзенамінованых рублёў Республіканскі профсаюз работнікаў Аховы Здароуя ў свой час отрымал ад Федераціў профсаюзу ў Беларусі ў якості прэміў за досягнений 2016 года. Реконструкція дзетячай обласной дзетячай больнице, уключаў рамонт дзетчага корпуса ўзведення двух новых под хирургична и неонатальна одзялениў. Дзякуўчы финансовыў патрымцы профсаюзу ў будзе набыто медыцинское обсталявання. Это и компьютерный томограф, это и пять операционных, в которых будут вестись операции и по травматологии, и по лорболезням, и по детской хирургии. Это будет закупаться всё самое современное оборудование. После наведывання дзетячай больнице Роберт Часнойць пронял удел у пленуми Гомельской обласной Організацы беларускага профсаюзаработнікаў Ахувыздароўя. Вогулі яго удзельніками стали каля пятидесяці чалавек. Сярут іх, галовны ўрачы і представнікі первичных профсаюзных організацій зусюў в області. На сустрэчы падлялі вынікі гэтага года і вызначылі планы на будучы. Агучылі, што сёння профсаюз Ахуплівы амаль 100% медыцинскіх работнікаў Гомельщаны. Гэта 49 тысяч чалавек и 119 первичных профсаюзных організацій. Они есть практичаски во всех лечебных учрежденнях і даже во вновь образованных коммерческого типа, негосударственного типа організаціях, которые сейчас имеюцца в нашей області. Тоже люди идут в профсаюз работнікаў здравоохранення. У гэтам гудзе профсаюз Актыўна вёл мониторанных выкананье правоупраціонных. Проводзеліся проверкі на місцах, што месячныя промы лінии, выязныя прыёмы, анкетавані одно з галовных досягнениў удалось знізіць кулькаць неасчастных выпадкав на працовных місцах. Галі ў 2015-м такіх було пяць, то ў гэтым толькі адзін. Ганна Кавалёва, Валерай Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Сёня ў Беларусі азначаецца Дзень Энергетыка. Гэта свята ўсіх, хто звязаны со стварэнням і абслуговуваннім сістэма цяплэння і асвятлэння. Галовным вартаўніком энергобязпекі нашага рэгіона з'являецца РУП Гомелі Нерга. Сёня професійнае свята больше як восьмі тысяч яго супрацовнікав. Настасія Кучынская працягне. Гомельская ТЭЦ-2 – одна із крупніших теплоэлектроцентралей страны. 24 часа в сутки, круглый год, без перерывов і праздников. Служне оборудовання под неусыпным контролем. На ТЭЦ трудяться более семисот человек. От них зависит ни много, ни мало энергобезопасность областного центра. Зимой две трети Гомеля получают тепло и свет именно отсюда. Летом ТЭЦ обслуживает весь город. Теплоэлектроцентраль всегда считалась одной из передовых в стране. Здесь постоянно работают над тем, что раньше называлось рационализаторством, а сегодня инновациями. Многие новшества осваивают первыми. Быстрее остальных начали готовиться к обводу Белорусской АЭС. В связи со строительством Белорусской атомной электростанции изменяется структура энергопотребления в республике. В связи с этим на Гомельской АТС-2 был реализован, успешно реализован пилотный проект, установки двух электродных водогрейных котлов суммарной мощностью 80 мегаватт, которые будут использоваться в ночное время при прохождении минимума электрических нагрузок. Мы первые сделали эти электрокотлы и опыт внедрения и эксплуатации этих электрокотлов будет уже использоваться другими электростанциями при внедрении аналогичного оборудования. В декабре Гомельская ТЭЦ-2 отмечает 30-летний юбилей. Она начала работать в сложное для страны время. В 1986 году после аварии на Чернобыльской атомной станции энергобезопасность Гомеля была под угрозой. На новую теплоэлектроцентраль возлагали большие надежды. И гомельские энергетики их оправдали на все сто. Пуск блока, я как сейчас у меня перед глазами стоит. Даже не верится, что уже прошло 30 лет. Знаменательное событие. Это как раз дефицит электроэнергии был после Чернобыльской аварии. Поэтому он очень необходим был. И республика все силы бросила на скорейший пуск этого блока. Юбилей ТЭЦ-2 отметили праздничным вечером. В зале те, кто долгие годы обеспечивал бесперебойную эффективную работу объекта. И те, от кого сегодня зависит энергобезопасность областного центра. Гомельская ТЭЦ-2 важная, но всего лишь часть большого предприятия. Гомель Энерго – единый сложный технологический комплекс. Он включает электростанции, котельные, трансформаторные подстанции, электрические и тепловые сети. Все они десятилетиями работают качественно и бесперебойно. Об этом заботятся более 8 тысяч человек. Профессиональный праздник они встречают на работе. В этот день, как и в любой другой, энергобезопасность региона под надежной защитой. Я бы хотел поздравить весь коллектив, также пожелать успехов в дальнейшем, здоровья, чтобы мы все задачи, которые сложнейшие перед нами сегодня ставят и правительство, и наше руководство, всегда выполняли в срок и хорошо. Значение труда энергетиков трудно переоценить. Их работа в прямом смысле приносит в наши дома тепло и свет. Анастасия Кучинская, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомель» пройшел областный семинар для работников, яке знаходятся у кадровым резерве Аблывы Канкама. На его были запрошены 40 специалистов. Это представники Жлобинского, Светлогорского, Калинковицкого и Мазырского районов, а так само «Гомельского» Гарвы Канкама. Дмитрий Котов с подробностями. Головная мета работы с кадровым резервом, развитие лидерских здольностей и рост потенциалу будущих кирующих работников. У дельники семинара – это люди, на профессийной якости яких робится ставка. Адых шматушим будет залежить, будучи не региона. Проводим областной семинар для резервистов, которые стоят на должности управляющих делами райисполкома, замы по социальным вопросам, начальника управления сельского хозяйства, замы, которые будут вести строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. У дельники семинара в иконкамах своих районов узнашаливают розные отделы и тому добрознаемы с особливостями кирующей працы. Однако подобные мероприемства дают новые махчимости. Например, на своей вочи убачить организацию вытворчего процесса на бойных предприемствах региона. На этот раз у якости прикладу обрана фабрика «Спартак». Тут резервисты ознайомились с разными этапами вытворчости и упаковки продукции. Убачили, как обслуговывается всталявание. После чего сустрелись с генеральным директором Олегом Житковым, який, до речи, ранее так само вознаходился у кадровой резервы оболвы «Канкама». В первую очередь мы знакомимся с какими-то теоретическими и практическими аспектами своей будущей деятельности. И после таких мероприятий, допустим, люди, которые на сегодняшний день еще ставят себе вопрос, могу ли я занять эту должность, хочу ли я ее занимать, хватит ли мне каких-то умений, знаний и навыков, чтобы выполнить все должностные обязанности в рамках этой должности, то я думаю, после таких мероприятий у большинства нас этот вопрос отпадет. Личные впечатления сегодня, наверное, некоторые впервые, некоторые не впервые, лично смогли познакомиться с руководством областного исполнительного комитета, поработать в секциях, пообщаться с коллегами. Эта практическая сторона, наверное, дает больше для любого резервиста, нежели какие-то чтения семинаров, какие-то лекции и так далее. Семинар покинул приемные уражения у его удельников и безумовно отриманные веды допомогут тему далейшему досконалить свою працу на корысть краины. Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сюрприз для гомельчан. Напередо дни Нового года подрихтовал Гомель АблАутотранс. На дороге города выехал тематичный новогодний автобус. И он будет працевать до старого Нового года. Пассажиров порадует святочное оформление, а так само новогодние песни и верши. Водители-кондуктор примерили на себе роли Деда Мороза и Снягурки. Увидят кто-нибудь на остановке, хоть и не нужно им ехать на 20 маршруте, зайдут, проедут. Хоть одну остановку, но проедут. Такие автобусы в городе один. Йон Чаргое маршруты 20 и 34. Пассажиры с радостью ставятся до такой инициативы и пытаются, и з'явятся на линии новые маршруты. Головный сюрприз, чекая пассажира у маршруту 34 у новогоднюю ночь. Первым, кто проедет на автобусе после полночи уручать подарунки от автобусного парка. На Гомельщине набирает темп марафон святочных ранечников. Мы протягиваем знакомить вас с наибольшь цікавыми новогодними программами. На гэтый раз наши корреспонденты завитали у областный драматичный театр. Сюды запросили дятей на займальный спектакль «В остров Скарбов» под рабязанностью Вероники Ворошилиной. Юные наведовальники Гомельского областного драматичного театра подчас премьерной новогодней программы «В остров Скарбов» отправились у займальное морское подорожье. Разом с Дедом Морозом, с Нягуркой и, как это не дивно, гучусь добрыми пиратами, каля пригожение ёлки, дети принимали удел в циковых конкурсах и гульнях. Здесь было весело, и мы здесь веселились, и нам понравилось здесь. Веселые будут истории про пиратов, они будут интересные, я хочу посмотреть. Я жду от спектакля радость, смех от Нового года, чтобы он прошел очень хорошо. Новогоднее представление протягнулося показом спектакля «В остров Скарбов». Он поставленный по пьесе гомельского журналиста и драматурга Владимира Ступинского «Пиястры, пиястры». Она написана по мотивах романа «В остров Скарбов» Роберта Льюиса Стивенсена. Эта и займальная история расповедая глядачу про циковые пригоды, які отбываются с головными героями уражство по шаспошу калкаштовностям. Музычный спектакль лучше дятей быть добрыми, смелыми, верными слову и справе, приходить на допомогу своим сябрам и исти до поставленной мэты, переодолевывающей усе пирожкоды. Это не сказка. Это реальный спектакль, детский спектакль. Но мы преследовали цель сделать его интересным и детям, и взрослым. Новогодняя программа «В остров Скарбов» у гомельским областным драматичным театра протягнется до 8-го студене наступного года. Артисты ладят одразу по некольке программу день. Далее все театральные ведущие установки областного центра подрихтовали для своих юных гостей цикавые святочные ранечники. Про их мы будем рассказывать в наших информационных выпусках сочет за новинами. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Телерадоя Кампания «Гомель». Заиграли тысячами святочных лихторов площадь в улице и крамы. Областный центр Радоя Гомельчан и гостей города незвычайными новогодними упрыгоживаниями. В окна-кватеры домов так само починают святиться розноколяровыми гирляндами. Як рыхтуется до галонной зимовой падзею город и его же хары, доведалася Марина Северьянова. Новый год 2017 это казочная подорожа с припынками калягалонных славутостей в свету. Зараз ты стоишь на Парижской площади, а про с хвилины уже зверяешь годинник по лондонским бигбеням. Перед новогодний настрой паной и в домах Гомельчан. Многие придумывают незвычайные дизайнерские рашенни, как свято стало саправды неполторным. Наталья Кузикова педагог 71-й Гомельской гимназии, мать и двоих детей и просто вельми талиновитая женщина. Она докладна веда, как подрыхтоваться до зимовых святов с минимальными финансовыми стратами и при этом перетворить свою квартиру указку. Тут у малю все сделано самостоинно. Пиловать, шлифовать, фарбовать Наталья все умеет. Одразу на воходе гостей сустракает эксклюзивное дизайнерское рашенни. Это звичайные жалюзийные дверцы, которые Наталья пофарбовала и выкористовывает для своих инсталляций. Зразумела новогодние тематыцы. В зависимости от того, какое у меня настроение, какая пора года, я ее снабжаю всякими штучками. Это обычные прищепки хозяйственные деревянные. Я ими прикрепляю декоративные элементы. Здесь можно использовать обычный крючок кухонный, скажем так, тоже повесить. До этого у меня висел горшочек с цветком. Свято отшивается у каждого кутка. У покой дочки Ксении декоративная елка, снеговик и патерки с шишек. Ранешний добрый настрой дорытикаска, которую створила Наталья на кухне. Дожку господиня зробила сама. И зараз малюет тут пожадание доброго дня для своей семьи альбо как зараз новогодние цацки и святочные родки. После знакомства с Натальей осталось приемное чувание, что счастье это так само свои соблевые хендмейд. Это тое, что мы делим для себя и своих близких сами. И на этом выпуск завершен и у студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам пленного дня. До новых сустречу эфиры. Новосибирск